Четыре десятилетия прошло с тех пор, как с конвейера Волжского автомобильного завода сошла новая модель российского автомобиля. Нива заняла достойное место среди машин повышенной проходимости. Внедорожник оценили как россияне, так и автомобилисты зарубежья. 40 лет назад Автоваз выпустил первые автомобили Нива внедорожного класса со всеми ведущими колесами, как сейчас модно говорить, 4х4. Нива назвал ее Нива и на протяжении 40 лет за небольшими изменениями экстерьер этого автомобиля остается узнаваемым одним и тем же не только в нашей стране, но и зарубежа по соотношению цены и качества. Нива достойный автомобиль, очень хорошие проходимости и недорогой. Настоящий внедорожник со всеми ведущими колесами, с большим дорожным просветом и как бы наравне с УАЗом это наш российский внедорожник. По случаю значимой даты в салоне «Трансавто-М», что расположен в поселке Пригородный Маршанского района, череда мероприятий. Концертная программа и авторали с демонстрацией возможностей Нивы. Как отмечают владельцы внедорожника, Нива это настоящий российский вездеход. По бездорожью только использую в основном. А куда ездить? Ну пока только по Маршанскому району, недалеко. Там вполне хватает бездорожья. А были какие-то ситуации, когда машина выручила в прямом смысле снова? Ну естественно, я только попадаю в такие ситуации, где необходимо, чтобы она выручала. Как правило, Алексей в поездке отправляется с детьми. Поэтому важна не только высокая проходимость автомобиля, но и комфорт. По пятибалльной системе оценил на пять. Как и Николай Попилин, который увлекается изучением истории родного края. Мы стараемся наши поездки больше такими познавательными делать. То есть в отдаленные уголки нашего родного края. В том числе у нас была экспедиция по заброшенным деревням бывшего Маршанского уезда. Когда мы добрались до Пензенской области. Было тяжело, помощи никакой нет, но все справились. За рулем Нивы Николай 4 года. Модель устраивает вполне. Однако удобство пятидверной отметил тоже. Да, она отличается в первую очередь геометрической проходимостью. То есть короткая машина, короткобазная, иногда есть свои преимущества. Но пятидверная машина интереснее для экспедиции. Можно взять больше снаряжения. А это уже авторалли с участием автомобилей Нива. За рулем одного из внедорожников Владислав Колпаков. Нива его третья машина. До этого были Жигули 14 и 15 моделей. Владислав – рыбак и охотник. Поэтому в труднодоступных местах Нива выручала его не раз. Рыбалка, охота, да. И просто вот так вот покататься по грязи. Вот проходимость машины Нива, насколько вы бы оценили по пятибалльной системе? На пять баллов. Дороги есть везде. И слоган «Отечественный вездеход» подтверждает на все сто. Ольга Усова, Андрей Щербаков. Область. Новости. 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 Продолжение следует...